Всем привет, друзья мои! Сегодня вот решила вам записать видео и рассказать о себе и о новостях. После мои дети до сих пор не доехали. Ужас какой-то. И вот я с пол шестого, начало шестого все на связи. То с ними не могли до них дозвониться, до... Только в три часа звонила с шести до девяти, и они только поперезвонили в девять часов. Извините. Я зеваю, потому что у меня, во-первых, еще есть слабость после прививки. Ну, рука болит, видите, так, рука болит, и неприятные ощущения. Вот два часа сейчас я еще не кушала. Вот до сих пор сейчас то туда позвоню, то зятю позвоню, то... Детей показали мне, дети нормально себя чувствуют. Они ничего не понимают, но мама заждалась, тоже не спала всю ночь, стояла возле окна, все ждет, ждет. Ой, как трудно. У них получается. Они были в дороге. Около двух суток в дороге, дети. Намучились. Кошмар. Ну, будь что, запомните им. Почему они поехали маршруткой? Потому что они везут очень много вещей. У них целая крыша в вещах. Так что вот такие дела. Я чувствую себя... Сегодня ничего не хочу делать. Я хочу только спать. Сейчас задождусь, когда дети... Дети приедут домой, увижу их, и тогда могу поспать. Вот такой день у меня второй прививки. Надеюсь, вечером будет все хорошо, как огурчик. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила! За то, что себя не так уж важно чувствую, но организм хочет кушать, и я решила сегодня пожарить баклажаны. Так нарезала в кубики, они у меня подлежали под соленой, под соленой водой. И сейчас я вот их в обильном количестве масла же пережариваю. И потом буду так же... Вот сейчас возьмусь за эти овощи с овощами. Что-то хочется овощное. А мои внуки еще не доехали. Они сейчас находятся на нейтральной территории. Машина, которая, маршрутка, которая не переживает. Какая-то проблема с документами или что. Ее не пропускают турки. Турецкая граница. Мама, и дочка, мама, все на нервах, все звонят мне. Я звоню им. Какой такой ужас, друзья мои. Это что такое? Какая проблема? Уже третьи сутки пошло как-то. Все они в дороге, мои внуки. Ну, и с ними все хорошо. Они бесятся, прыгают, сытые, одетые. Не страшно. Но все-таки третьи сутки. Вроде бы уже в Батуми, а такая проблема перейти. Вот такое вот и бывает тоже, случается. А у меня сегодня, видите, я на Кощейх Бессмертного похоже, как меня одну назвала. Ну, что делать? Кушать совсем не хочется. Сейчас выпила пароль, который мне советовали. А до этого я съела кусочек лаваша с сыром. Вот, что я купила, завернула лаваш, именно для лекарств. Кушать вообще не хочется. И силы прибавились, конечно, да, уже не так рука болит. Могу я поднимать руку? Но все-таки. На йогу я сегодня проснулась, но не смогла встать. Конечно, сейчас у меня желание быстрее приготовить, отвлекаться надо, не лежать, не думать о болезни. А в этом состоянии, как моя мама, вот когда ей плохо, она все работает. И так же я. Потому что потом у меня в 6 часов будет вебинар, чтобы я спокойно сидела и ужин у меня был готов заранее. Без комментариев, друзья мои, какой красивый у меня получился обед. Все готово. Потом сделаю, приготовлю булгур, плов из булгура и все. Что-то мне вообще не хочется ни пробовать на вкус, ни на что. Друзья мои, приятного аппетита вам. Машкин уходит на набережную. Друзья его ждут. Нанимается спортом. Сейчас 9 часов. Без 15, без 10 и 8 по турецкому. И только недавно приехали дети домой. Вы представляете, их не пропускали через границу. Я не знаю, с чем это связано. Машина была не в порядке. Ее документы, которые они, маршрутка. Но у них было очень много вещей. Они везли там несколько родственников, там накупили, что-то везли для дома. Кошмар. Я позвонила, они даже им некогда отвечать, потому что они голодные, их надо купать, мыть, завтра в школу, в садик. В общем, друзья мои, это какой-то ужас. Я потом подробнее узнаю, в чем проблема. Сейчас разговаривать с ними невозможно. Все заняты. Вот только сейчас я вздохнула. Чувствую я себя хорошо. Я выпила парол. Чувствую себя хорошо. Рука у меня уже все нормально. Мне кажется, сейчас через час вообще как будто я ничего не делала. Так что все нормально, друзья мои. Я пришла в строй. Друзья мои, гуляемся с Крымом. На набережной находимся возле Лимана. Направляемся знаете куда? К нашим родителям. Они приехали из деревни. Я себя чувствую хорошо после прививки. И решили их посетить и остаться там на ночь. Вот такие вот у нас планы. Так красиво гранаты растут. Вот наш дом, друзья мои. Видите, какой у нас гранат красивый? Вот наш домик. Два этажа вот такой огромный, видите? Двухэтажный. На первом этаже квартиранты, а это еще наша. Друзья мои, посмотрите, какой гранат растет на крыше у родителей. Папа говорит, сегодня побрызгал лекарством, поэтому я не могу к нему прикоснуться. Посмотрите, какие огромные. Просто красота. Маленькие, большие. Ломятся они от тяжести ветки. Красота какая. Просто мы решили сделать мангал. Мама привезла чечек, лере. Не знаю, потом, может, не буду настаивать, потом сниму. А папа готовит вот наши. Все, сейчас я покушаю сразу у нас угостили семечком и виноградом. Свет не включаю. Нашим виноградом. Посмотрите, какой виноград растет у нас. Будем готовить канат. Я переоделась и буду вот так вот выглядеть перед родителями. Удобно, что в платье, правильно же? Это же хорошая невестка. Сейчас мне работать надо, ухаживать за ним. соседку. Соседка, не знаю, заметена или нет. Как я ее снимала. Смотрите, какие красивые маленькие, потом они вырастут. Сначала вот такие цветочки. Из этих цветочков появляются вот такие маленькие гранатики. А потом, друзья мои, и сами гранатики вырастают. Покажу вам райончик. Это старый район Мерсин. от Сеудово начинался Мерсин. Это наши деревья. Не знаю, что здесь растет. Территория у нас не такая уж большая. но очень теневая сторона. Солнца здесь нету, поэтому мама говорит, что здесь не стоит вообще ничего выращивать. Вот видите, как квартиранты ухаживают, что-то там посадили, смотрят. Сирийцы квартиранты. Кажется, 500 лир дают в месяц. Кажется. из-за того, что район такой. Огромные квартиры, да. Такие вот. Такой райончик. Андрей пошел сейчас за ребрышками. Купит. Мы будем ловаться и пришел. посмотрите, как у нас романтично будет сегодня. Романтика. Вот я уже приготовилась. На подушечке сидеть. делать. Я уже не шикарю. Я уже не шикарю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ашкин смеется Короче говоря, легли здесь в нашей комнатке Посмотрите, Ашкин там Я здесь, нас разделили Укрываемся так хорошо Чувствую себя как будто в деревне мы Я даже макияж не сделала завтра с ним утром Ничего страшного Сначала 15-го хочется спать Мы так хорошо посидели Покушали эти Лёбрышки, бёдрышки, крылышки Выпили чай Старшей сестрой Наговорились, насмеялись Наболтались, позвонили с Евгей Яна там готовила ужин для мужа Вот так вот легли Знаете, уже прохладно, но приятно Как будто чувствую себя в деревне Посмотрите, сколько у меня подушек Будем, значит, сейчас отдыхать Остались сегодня, потому что уже поздно приехали Куда возвращаться А завтра со спокойной душой Поедем домой Какое-то нужно иногда менять, да? Всю жизнь им менять надо Так интереснее жить, что Каждый день не похож на другой Всем спокойной ночи И приятного дня Завтра покажу, что и как Не снимала так в открытую родителей Потому что не знаю реакцию их Я все делала так Со стороны, но они были не против Даже папа говорил Сейчас говорит, снимет наше Говорит, не ест у нас На камеру их Не показывала прямо так Лицом к лицу Но со стороны все снимала Они были не против Все, всем спокойной ночи Пока-пока